Здарова, ребята, меня зовут Евгений, это канал Юджин Студии, блин, я бегу непонятно куда. Это такое приветствие. Мы играем в Звездные войны, рыцари старой республики, для тех, кто не в курсе. И мы, собственно, прошли наконец планету под названием Банан. И я до сих пор бегаю, вы не поверите, столько времени прошло, 30 лет, 3 года. А я до сих пор бегаю. Может, мы научились говорить на каком-нибудь тарабарском языке? И начали понимать вот эту вот нашу спутницу вонючую, где она, блин? Вот здесь. Нет, не здесь. Вот здесь. Вот она. Саша. Без что-нибудь говорит имя Лур-Арка. Как насчет Рунди вы сулим? Девушка посмотрела на меня с недоумением, не понимая. Мне жаль. Можете из-за этих, ёпта, и палки свои киньди. Итак, продолжаем. Так, давайте выберем новое место дислокации. И полетим на следующую планету, на Татуин. Наши ребята, в принципе, здесь шарятся. Ну и пусть тебе шарится, как говорится так, на Татуин. У меня, кстати, есть идея. О, мультфильмус. Ничего себе. Чпок, чпок. На каблучках. На лабутенах-нах. Калонорд мертв, лорд Малак. Он не выполнил свою миссию, простите меня. Наказание за провал-то смерть, адмирал Карот. Но провал был не ваш, а Кала. Вы можете спать. Должен ли я нанять еще одного охотника? Я не даю, не сделаю эту ошибку еще раз. Мой ученик Дарт Бомбадон позаботится о нашей маленькой подружке. Дарт Бомбадон. Бомбадон. А вот он. Такой красавчик. Лысман. Ничего себе. Продемонстрировал, типа, свою силу. Ёпта. Да ты лох. Усатый. Похож, кстати, на лоха усатого. А там чувак. Чуваки за компами шпилиться в доту. Найди посилу и приведи ее ко мне, по возможности, живой. Как прикажете. Был очередной мультфильм. А я там сказал, типа, как прикажете, мастер, а кто это? Представляете, вы бы лоханулся так. Сейчас было тысяча и один мультфильм. Мне уже надоело это, если честно. Вы чувствуете это, да? Еще одно видение. Сила продолжает проникать через нас, показывая нам звездные карты. Татуид известен немногим. Он стал знаменит благодаря песочным борьям. Я удивлюсь, если это так. Казалось, что она находится внутри никого рода пещеры. Серьезная карта. Скорее всего, должно находиться внутри никого рода убежище, которое защищало бы ее от пыли и песочных бурь. Например, под водой, епта. Ну, как на прошлой планете. Без сомнения, вы умны. Спасибо, Чувиха. Я знаю, что я, без сомнения, умен. Мучишь Акапака, нам сказала Чувиха. В этом самом, в грузовом мотоцикле. Ну, конечно же, наших чувачков мы берем. Да я пошутил, что я кого-то другого возьму. Добро пожаловать, лохи. Во-первых, вашего корабля нет в нашем списке. Чем я могу получить смысл кредитов? Непосредственная выгода, доступ к этому самому оборудованию доков. Это единственный порт в Арн-Канг-Засе. А что, если у меня нет денег? Это было бы неудачно, корпорация Чирка не может продлевать кредитов. Вы должны платить, таковы правила. Ладно, я заплачу. Я думал, что ты станешь. Не имея таких оплат, Чирка явно бы закрыла здесь свой порт еще много лет назад. Это покроет все остальные будущие посадки. Это вроде регистрации, поэтому вы вернетесь, мы станем обслуживать вас еще лучше. Теперь я, как таможенник, могу предоставить вам некоторую информацию об услугах. Информация о татуине. Ну, понятно, это песок. Густ-густ песка мне нужна хорошая плачевая работа. Нет, не нужна. Я ищу специфические вещи. Держись, потащите мои дел. Как, пожалуй, еще все, мы потеряли 100 кредитов и обогнали его. Лох! Используй силу, Люк. Мы только что использовали силу, потому что мы Люк. Шкафчик с припасами сразу же нашли. Ремонт, набор, кредит, все как надо. Собственно, кредиты и вернули, наверное, все. Ну, не все, но частично. Греть, какой сокол красивый. Ястреб, точнее. Сокол тысячелетий. Он называется в фильме, в одноименном. Здесь он называется тысячелетий. Здесь он называется черный ястреб. Потому что он еще не тысячелетний. Он новенький. Ну, вы поняли. Привет, капитан. Посмотрим. Ах, да, вот, он, похоже, груз был доставлен на ваш корабль, как и договаривались. Что со груз? Вы офигели. Мне на каждой планете хозяин какой-то груз. Слезуэйт сек 32. Не так ли? Да, все верно. У меня написано... Так, простите, что вы сказали. Гиска? В декларации написано, что вы заказали груз с гисками, который должен быть доставлен, что называется, как номер 32. Один из грузчиков сказал, что ящик может развалиться, как только он доставил его в аштрём. Парочка зверюшек могли потеряться. Короче, я вам объясняю. У нас на корабле сейчас с этого момента появились маленькие животные, которые называются гиски. А если вы помните, на Манаане был такой чувак, который ему эти гиски нужны были. Не гиски, точнее, а эти самые. Как их? Животные, которые маленькие, они их покупают. Короче, мы в итоге ему их продадим. Или отдадим. Скануете, потому что бла-бла-бла. Покажите мне, что вы продаете. Отлично, мы забираем все медпакеты. Продолжаем. Так, я смотрю, что у нас тут есть продвинутый медпакет. Мы их все побольше, точнее, закупим. Потому что у нас будет нехилый махач с этим чувачком джедаем, который был в мультфильме. Здесь есть меч Юсаниса. И у него ион плюс пять против дроидов. Это очень хорошо. Мандалорианский тяжелый повторитель. Но у нас есть получше. В принципе, смотрите, что я тут нашел. Тут есть яд для гизок. Он нам не пригодится, сразу говорю. И тут есть корм для банд, который стоит грошок. Один горшок. А, и мы его купили, собственно. Да? Где он? Где он? Вот он. Отлично. Цена предмета ноль. Сохраняемся, собственно. И идем дальше. А дальше у нас город на Татуине. А городок у нас на Татуине, насколько я понимаю, не маленький. Я так устал, ребята. Устал проходить эту игру. Если честно, я очень устал. Не могу передать ее, но мне уже, если честно, наел. Я думал, это круто. Вот так вот читать все эти диалоги. Но, блин, это не круто, на самом деле. Это, блин, скучно. Но я надеюсь, хоть вам весело. По крайней мере. Я считаю, что я правильным делом занимаюсь, что знакомлю вас с этой игрой. А я думал, вы там стали, типа, мои телохранители. Так. Так, Укзак, Укурк и Наркал. Три мушкетера, ёпта. Танис Вен. Ну, это с Танисом Веном. Он мне больше всего подходит. Что я могу сделать? Мне кажется, что ты хорошо осведомлен. Ну, конечно, любимая. Так, продолжаем. Небольшая пауза была. Я хочу спросить, кто ты такой, чем ты занимаешься. Я ищу кое-что, кто знает эту планету лучше всех. Ну, конечно, Танис может рассказать тебе. Что именно ты хочешь, чтобы я рассказал? Ты довольно общительный для женатого мужчины. Что ж, жена действительно не очень интересуется моей работой. Не так, как ты. Итак, у тебя есть вопросы? Так, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла, прощай. Короче, ни о чем. Человек, ни о чем. Давайте с этими толстокожими поговорим. Ха-ха, ребята. Он это мне сказал? Что ты хочешь, жучок? Вы комарянцы, понимаете? Только один язык хороший удар в лоб. Скажи им гурку. Бурку-мурку. Что, если я просто хотел ответа? Я уверен. Так, секундочку. Прошу прощения. Так, поправим камерку. Оп, очки. Давай ты, блин, чувак. Что, если я просто хотел совета? Я уверен, ты очень умный. Держу пари, ты пытаешься выведать мои планы, пытаешься узнать, где я хочусь. Да ты ничего не получишь. Да с чего ты взял? Я кое-что ищу. Ты хороший следопыт. Прекрасно, я уже ухожу. Не будем разговаривать с этими свиньями. Ну, ракуин. Исчезни, желторотики. Я охочусь... Я охочусь на пустынного рейда. Детишек, я не нянчу. Это точно так же. Ну-ка, я просто хочу извлечь выгоду из твоего опыта. Не так, ты уверен, что знаешь, как втереться ко мне до доверия. Ты просто щеглеешь своими достоинствами. Все равно спасибо. Спасибо, что отметил мое достоинство. Кто ты? Чем ты занимаешься? Иди отсюда. Мое имя Дора Куин. Я охотник. Я охочусь достаточно долго. Где лучше всего охотиться? Что ты можешь сказать мне? Да пошло! Ну, все. Одни и те же... Ой. Ну, конечно, я просто подшучивал на тобой. Ну, ты лучше будь осторожней. Наверное, мне просто надоело видеть твое лицо. Как насчет... Это действительно каждый бла-бла. Ой, а что, его прогнал, что ли? Я случайно и не хотел. Получиночки темной стороны, офигеть. Я ж не хотел. Команд Фортуна. Может, у тебя есть какие-то пожелания, человек? Информация. Если я посмею, побеспокоюсь такого достойного охотника, как вы. Не льсти мне. Ибо получишь по морде. Кто ты? Что ты делаешь? Команд Фортуна, охотник и член этого домика. Такая жизнь не для каждого подходит. Но я доволен. Все, в шопу. Мне надо идти. Прощай, чувак. И мертвый. Ты, Гридо, ждешь Хана Соло. Я так и думал. О, кудос. Здорово, чувак. Есть какие-нибудь новости? Прощай. Какие-то у нас диалоги односторонние. Но я смотрю, что ничего особенного у них я не выведаю. То есть, в принципе, я со всеми разговариваю. Но выполнять сторонние квесты мне это уже пооднадоело. Немного. Поэтому, хорош. Так, у нас разговаривающие люди. Что-нибудь хотите? Я просто хочу задать вам вопросы. Расскажи мне о своей работе. Я ремонтирую кулеры. Я офигенный ремонтер. Какие нападения вы имеете ввиду? Ага. На кулеры нападали. Песочные люди регулярно нападают на них. Говорят, корпорация Черка очень страдает от этого. Не могу узнать об наградах. Это все, что мне нужно. Прощай. В чемодане у тебя есть что-то. Отвернись, я в твоем чемодане положу. Кредиты. Пять кредитов. Обалдеть. Офис Черка. Черкаши. Мягко говоря. Ты что, об этом услышишь? Ты кукла, черки. Я тебе этого не забуду. Вот. Что здесь происходит? Ты кто? Я не хочу с нами говорить с ними. Они желают меня слушать. Я сомневаюсь, что уже даже знают, что я был здесь. Типичный захват территории корпорации. Вот что происходит, когда они всем владеют. Никакой ответственности. Собственно, как и везде. Это фашизм, блин. Фашисты. Сейчас мы вас выгоним нафиг. Да, что это? И как насчет песочных людей? Иди нафиг. Я хочу. Что у тебя есть на продажу? Давай, чувак. Балтина. Все-все пакеты. Все пакеты мы скупаем. Замечательно. С каждой новой планеты все больше и больше пакетов. Так, что у нас тут есть? Броня, говно. Броня, говно. Броня, отстой. Полный отстой. Вибромич. Тоже ничего такой. Отстой. Спортный бластер. Это я зевнул так. Прошу прощения. О, плазменные гранаты можем купить. Ой, блях, какая жена дорогая. Нормально сойдет. Сейчас мы что-нибудь продадим. Потому что слишком много мы тут потратили. 27 продвинутых мини-пакетов. Это хорошо. На самом деле, это очень хорошо. Вот этот пакет мы не продадим. Вот, цветовой меч вонючий продадим. Не нужен. И двухклинковый нам тоже, в принципе, не пригодится. Да. Блин, надо кристаллы было вживить. Ой, какой же я идиот. В конце этой серии пойдем и вживим. Сто процентов. Подрывной сенсор нам пригодится. Продвинутый усилитель. Звук. Внимательность. Плюс четыре. Мы не нужен нам. Дуэльный щит нужен, нужен. Дуэльный щиты вообще все нужны. Кардиомодуль можно продать, в принципе. Журнал Дю Рога. Это все, в принципе, ничего продать не можем. Для Адроида мы ничего продавать не будем, потому что это нам пригодится еще. Про такой для чиновника. Это касается принятия на работу. Хочу спросить насчет охотничьих лицензий. Как я уже говорила, мы не продаем, потому что из-за этого слишком много людей стало выскакивать за стены. Зачем мне лицензию получить невозможно? Мы назначим 200 кредитов, но я могу сделать исключение, если ты согласишься для нас выполнить работу. Не хочу это делать. Совершенно свободно оставаться в городе. Подождите, чувак, а если тебе... Чувих, точнее, а если тебе... Заплачу. Если тебе заплачу... Почему оплата за палки Гаффи? Ой, что, блин, подсваивать кучу денег, хочу этого отдела, соглашусь. Замечательно, теперь, я думаю, мы друг друга поняли, и это официальный контракт. Корпорация Черка очень серьезно к этому относится. Вот твоя лицензия и несколько указаний. Пока. У меня есть лицензия. Я согласен на какое-то задание там, я уже не помню, какие-то палки вонючие забрать у этих самых пещаных людей. Пещанные люди, это из четвертого эпизода. Не верь ни единому слову, черки. Они бесполезны. И ленивы. Оденься, у меня полно работы. Что ты имеешь в виду, о чем ты говоришь? Люди атакуют черков. Вот. Никто не хочет пробовать. Мои борщи. Откуда ты все это знаешь? Возможно, я не являюсь экспертом в дипломатических вопросах. Ай, нога. Но я знаю, что бывает, когда люди перестают заботиться об окружающей природе. Что бы ты сделал на их месте? Я бы не знаю, поступил, наверное, так же. Я же пофигист. Вы что? Шутка. Почему никто не попытается переговорить с ними? Дело все в том, что они не говорят на языке, который способны перевести обычные переводчики. Разве в этом есть их вина? Пару лет назад здесь был джитай. Но он не смог понять их. Я думаю, что... Я думаю, что мне спать пора, наверное, уже. Может быть, если бы ты был хороший дроид-переводчик? А, точно. У кого есть подобные дроиды? Они встречаются довольно редко. Здесь на Туине есть один. Я не уверен. Слышал, что Юка Лака говорил, что робот может общаться на языке песочных людей. Хотя он мог бы и соврать. Где находится тот анклав? Что все знают, где они находятся? Их атаки усиливаются, если направляешься на юг Дюново море. Где можно достать одежду, похожую на их робы. Я думаю, что ты сможешь их снять с военных мародеров на Дюново море. Я буду поступать так, как считаю нужным. А все это говорят лишь официальные представители корпорации. Я не такой дурак, чтобы верить в это дерьмо. Ладно, давай, иди. Но ты станешь таким же, как люди из черка. Близоруким. Пизином. Хорошо. Взяли на заметочку. То есть, в принципе, мы можем... Купить дроида-переводчика. То есть, нам нужен дроид-переводчик. Нам нужен тот дроид. Чувак, он мощный. Слушайте, ладно, ребят. Меня постоянно прерывают. Поэтому сегодня, наверное, уже все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк под видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Комментируйте. И будьте счастливы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok